Приветствую зрителей канала Мудрое Рядом. У меня в саду везде трава, но она нам немножко поднадоела, потому что иногда бывает мокрой, иногда бывает грязной. И мы решили между деревьями сделать дорожки. Основные дорожки у нас сделаны основательно, а эти дорожки между деревьями я сейчас вам покажу. Вот такие извилистые дорожки. Они сейчас еще в стадии, когда мы их делаем. Они уже прослужили у нас практически год. Мы пробовали, испытывали их прочность. Они перенесли морозы, они перенесли дожди, ливни, засуху. И в итоге у них абсолютно хороший внешний вид. Хотите узнать из чего? Я как всегда вас буду удивлять. Они практически из мусора. Вот такая гора бутылок. Вот такие старые, ненужные ковры, которые валялись где угодно, как угодно. Ковровые дорожки. Вот это все-все ненужный хлам. Они могли служить дорожками и дальше, но мы их превратили в настоящие дорожки. Продолжаю удивлять. Еще нам понадобится тряпье. Желательно натуральное, лопчатобумажное. Майки, постельное белье, полотенце, футболки. Все это старое, ненужное, рваное. Пригодится именно сегодня. Удивила? Тогда, кому интересно, продолжайте смотреть. Сейчас будет мастер-класс, как из этого мусора, сделать вот такие прекрасные дорожки. Эти дорожки еще стоит закрепить одним слоем цемента, тоненьким, совершенно небольшим, для выравнивания. А так, эти дорожки очень удобные и извилистые. То есть, между деревьями очень удобно будет их проложить и, соответственно, потом по ним ходить. Ну что ж, кому интересно, поехали. Конечно же, нам понадобится цементная смесь или цементный песок, один к трём. И для начала мы выкладываем вот такие небольшие участки. Это для бортика, бордюра или поребрика. Кто как хочет, так и называет. Немножечко песка и маленькой-маленькой щебенки. Основная часть дорожки будет просто на земле. Итак, из бутылок мы делаем вот такие конструкции. Обрезаем верхушку. Итак, я беру ткань, смачиваю её в цементном растворе. Он должен быть жидкий. Это видно, он жидкий. Он впитывает воду. И я заполняю бутылку вот такой тканью. И вот бутылка полностью заполнена. Даже если какие-то промежутки у нас оставались пустыми, сухими, мы прижмём. И сейчас вот эта штучка уплотнится. Итак, эту бутылку мы выкладываем на вот эту часть. Сейчас я беру вот майку, смачиваю её. Это хлопчатобуможная ткань. Хорошенько смачиваю. Немножечко отжимаю. И переношу на место, где будет сейчас у меня бордюр продолжаться делать. Сейчас я эту ткань выровняю. И очень хорошо, плотно, не укутаю бутылку. Так как получился немножко неровным слой, я возьму ещё один кусочек. И уже теперь начисто выровняю, сделаю красивым вид бортика. Как видите, я выровняла с уровнем предыдущей бутылки. Это черновой вид. Не забывайте, что в конце, когда будет оформлена полностью вся дорожка, будет заглажена ещё тоненьким слоем цемента вся наша конструкция. Теперь я взяла для видео красивый кусочек коврика. На самом деле мы используем старый и страшный. Точно так же мы его смачиваем. И пока он полностью-полностью наберёт в себя цемент. Ждём, чтобы он полностью пропитался, промок. И переносим его на землю. Он с цементом. Вот так вот. Выровненный. Будет сухнуть. Делаю ещё один такой же красивый. Выделила, чтобы видео было красивым. И продолжаю с ним делать то же самое, что сделала с первым ковриком. Это будет первый слой. Итак, у нас уже два слоя. Сейчас мы берём ещё один слой коврика, ковролина, чего угодно старого. И уже теперь сверху выкладываем на первый слой. Выравниваем, заглаживаем. И вот на основе этого и получится шикарная дорожка из мусора. Ковры не нужны, ковролины не модны. И даже если они у вас модные, но остались старые, вот с ними поступите так. Я думаю, вам было интересно. Думаю, вы попробуете вариант. Это очень бюджетный, очень экономный и очень удачный. Для видео я показала только кусочек. Так вот, он высохнет и у него будет ровно такая же поверхность, как и здесь. Очень дешево, очень удобно, очень быстро. Поэтому, кому понравилось, пробуйте, показывайте свои успехи. Если удивило, ставьте лайк. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok